Сегодня мы приготовим яблочный мусс. Это блюдо, которое актуально в любое время года. Однако особенно актуальностью оно пользуется в весенний-летний период. Мусс в переводе с французского это пена. На самом деле это фирменное блюдо французской кухни представляет собой сладкое десертное блюдо и готовится из различных фруктов или ягод с добавлением добавок различного рода. Это шоколад, кофе, какао, вина. Кроме этого для того, чтобы консистенция была пенистого состояния, добавляют яичные белки, желатин или агар. Но в данном случае сегодня мы будем добавлять манку, которая набухает и также может служить заменителем тем ингредиентам, которые я только что назвала. Для приготовления нам потребуется 100 граммов яблок, 200 миллилитров воды, 2 столовые ложки манки, 1 столовая ложка сахара и 4 грамма лимонной кислоты. Яблоки очищаем от кожуры и вынимаем сердцевину. Мелко нарезаем яблоки. После этого помещаем в емкость и заливаем водой. Сюда же помещаем сахар и лимонную кислоту. Все перемешиваем и доводим до кипения. Прокипятить нужно где-то 4-5 минут, пока яблоки не станут мягкими. После чего я при помощи погружного блендера измельчу все в этой же емкости. Но у кого нет такой возможности, можно просто сначала слить сироп, пропустить через сито яблоки. Потом все заново смешать. В полученную массу добавляем манную крупу. Все тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Оно хорошо очень перемешивается. После чего нужно поставить вновь на печь и довести до кипения. После того, как масса закипит, мы отставляем в сторону и даем возможность, чтобы она слегка остыла и в это же время манка наша разбухнет. Помещаем полученную смесь в удобную для взбивания емкость и начинаем взбивать сначала на низких оборотах, постепенно их повышая. Взбивать нужно, ну, я взбивала минут пять, наверное, до появления такой буйной пены. И после этого можно уже помещать в какие-то емкости и украшать. Я украшаю сегодня вот шоколадом и ежевикой. Блюдо очень вкусное получилось, воздушное. И я приглашаю вас попробовать приготовить его вместе с нами. Готовить можно, как я уже сказала в начале, не только из яблок, а из любых фруктов или ягод. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!